господа всем здорова может вы не в курсе но нашу с вами тачку вы встретили очень тепло да так тепло что аж по числу просмотров это видео в рейтинге вышло на второе место но не дожидаясь этого я начал снимать уже вторую часть прямо во время того как поставил рендерится первую а если господа вы не смотрели другие части то давайте бегом иначе это тоже самое что смотреть кино с конца но вы меня поняли прицеп занимает очень много места сейчас вы наблюдаете как я каждый раз вынужден его заносить домой потому что в подъезде из-за него вообще никто пройти не может а домой заносить его очень тяжело да и нифига он не чистый чтоб стоять дома первое с чего решил начать это номер самое важное украшение прицепа на которое все обращают внимание больше всего он был весь грязный поэтому я решил его помыть сами мужики понимаете не хотелось бы получить штраф за превышение скорости был вариант наклеить наклейку стресс но они были слишком маленькие а все другие я уже порасклеил по всему прицепу поэтому я попросил у них еще а вдруг сработает кто его знает в конце концов я взял пустое место со своего стикер пака благо такое место есть про наклейки fly riders я не забыл синяя наклейка сюда подходит идеально закончив с номером я принялся за замену всех болтов в телеге на болты которые под шестигранник дабы не возить с собой бесконечное количество головок также болты которые под шестигранник оказались более легкими менее длинными что нам с тобой только на руку было вот так а стало вот так очень интересный вопрос как же все-таки лучше конечно я принялся менять все болты на черные они по крайней мере не выглядят так колхозно как эти серебряные черные болты у меня были двух видов более короткие и более длинные короткие идеально подошли к нижней части прицепа а длинные в самый раз подошли наверх также я снял пластиковую хрень сверху и появилось место под наклейки чтоб телега была не простая не золотая а реально телега на спонсорстве надеюсь пожилые наклейки перестанут быть ей какой-то деревенской но наклейки это наклейки толку от них особо нету а вот такой лайфхак у меня есть я подложил под железный лист куча резины почти везде что суевло почти на нет ее бремчания и другие посторонние звуки конечно же какой прицеп без развала и на моменте установки развала я столкнулся с тем что у меня нету таких длинных болтов которые мне нужны поэтому мы с вами едем магазин несмотря на то что час назад был дождь а мне вот вот такой вот болтик нужно по ширине имеется ввиду но вот такой до свидания все пацаны готова поедем устанавливать а Теперь у нас есть болты, но нужны еще какие нибудь проставки. Их я взял от сломанных тормозов со скоростного велосипеда. Короче понабросал туда всего всякого, вообще все что нашел и закрутил в конце концов это гайкой. А сейчас мы переходим к самому долгому. Это переспецовка. У нас вот где-то тут есть две вот такие замечательные втулочки. Прямо сейчас мы будем их ставить за место вот этих вот фуфловых. А вот и точка невозврата. Погнали. Первое колесо готово, но осталось второе. Конечно же нельзя забывать про наклейки. Вот например 4130. Понимаете это как хотите, но теперь у нас с тобой хромолюбиновые обода. Эта золотая надпись отлично будет сочетаться с золотыми колпачками. Мне кажется это вообще крутяк. Я планировал то, что будет переспецовка, поэтому сгонял в магазин и купил там браслетик. Майнкрафт. Его мы оденем сюда на втулку. Это будет знак того, что колесо было переспецовано. А это очень круто. Ну наверное. В каких-то кругах это очень круто. Наверно. Кто где ходил за этим браслетом пацаны, это вообще отдельная история. Ой самое ужасное место в котором я когда-либо был. Все такое розовое, плюшевое рай. Дай бог здоровья человеку, который хоть раз туда заходил. Да. Думаю второе колесо я уже снимать не буду, как я переспецовываю. Пойду просто переспецовывать. Увидимся с вами скорее всего уже утром, когда эти колеса буду устанавливать на прицеп. И думаю поедем прокатимся на дерты, несмотря на то, что у нас уже какой день идет дождь. Утром в голову пришла какая-то странная идея поставить на телегу хабгарды. У меня как раз есть два железных хабгарда от Lifestyle, которые они мне и прислали. Для установки этих хабгардов нам понадобится смекалка. Потому что хаба это задние, а колесо-то у нас с тобой переднее. Как ты уже понял я просто взял и накрутил на ось во втулке две гайки и готово. Затем мы превращаем изоленту в ободную ленту, производим накачку колес и осуществляем установку. Теперь наконец-таки финиш. Спасибо, Сань, большое. Спасибо огромное. В видос снова попадете. Как доброволец, который помог вытащить эту штуку. Если бы не Саня, я не знаю как я эту штуку вынес бы. Портфель на себе я носить не буду, поэтому пускай здесь вот отдыхает. Все, господа, погнали. Здорово, привет. Как тебе в прицеле? Нормально? С номерами, все по госту. Снимаешь что ли? Да ну ты меня остановил, я вот поехал снимать. Ну все, давай. Никитос, местный авторитет. Сейчас поедем в юбилейку, протестируем. Короче, туда-обратно почти 15 километров. Посмотрим выдержит прицеп или нет. Все, погнали. Мы как участники дорожного движения, даже с номерами. Привет. Здорово, Никитос, как дела? Нормально. Куда путь держите? Я просто катаюсь, и скоро на тренировку. Ааа, скоро на тренировку? Сейчас едем в юбилейку, потому что в юбилейке уже нас ждет Вовч. У них там суббот. С прицепом, конечно, мы долго ехать будем, но Вовч там это до 3 часов, а время 12. Сейчас буду выбирать оптимальные маршруты для этого всего дела. Чтоб мы как можно быстрее доехали. В этой тачке пацаны так жестко угорали, насколько это вообще возможно. Но, к сожалению, на камере это слышно только в одном моменте. И именно в том моменте, когда они увидели сзади моей телеги номер. Пацаны вообще в шоке. Там чуть ли со смехой не померли. Не-не-не, я слезать не буду, иди в задницу. Классно то, что у людей вызывают это такие эмоции, все улыбаются, такие, ааа, что происходит. Но мне, по крайней мере, интересно, развалится она, пока мы доедем до юбилейки, где у нас дертый. Или она все-таки выживет. Ставим ставки, пацаны. Но я уже понял, то, что Патруклару с ней гонять, это вообще ни о чем. Черт. Ой, ё-моё. Не, вроде как-то не реагируют нормально. Я думал, остановятся, спросят, откуда номер. Все просто, даже из скорой, неважно. Все смотрят такие, а что это за прикол? Приколы и приколюхи от Михайловича. Добро пожаловать. Здрасьте. Газель заказывали? Что заказывали? Газель. Газель. Я приехал. Ну, ну. Грузить, что надо? Братан, ты выгораешь, что ли? А то он мне довезет. А, 50 килограмм максимум. Так, я сейчас в туалет схожу, 50 касса буду есть. А, да? Не знаю, мне кажется, развалится, не доедем. Ладно, мужики, поехал еще заказы искать. Газель заказывали, ну-ну. Тут газель-то, гремит пострашно. Я же говорил, что мы сегодня их встретим. Значит, мы их сегодня встретим. Не дай бог они заднюю часть прицепа увидят, конечно. Там задняя часть прицепа царская. Я еще даже не успел никуда доехать. Мне уже столько раз сказали, красавчик. Не знаю, как-то даже не лох становится, что ли. Ну, а это оно того стоит. О, братуха мой едет. Тоже с прицепом. Надо все-таки не забывать на габариты свои, которые сзади там находятся. Потому что еще в самом начале пути у меня такой вот случай произошел. Вот ты блядь, а. Ну, вот что это за дела такие? Идиот. Я бы даже ни слова не сказал, если бы у меня не было прицепа. Просто проблема в том, что, во-первых, с прицепом тормозить тяжелее. Во-вторых, это габариты. Он просто гигантский. И чтобы обрулить эту машину, это просто, это надо за метра три начать поворачивать. Ну, а что вы хотели? Михаил Дальнобой. Слышали о таком? Это я. Вот он так вот резко затормозил. А ведь виноват тот, кто сзади. А я сзади. Ну, вот. И если бы я его прицепно зацепил, но я, слава богу, это вовремя вспомнил то, что я не один еду, а сзади со мной еще, братуха, один едет. И все вроде как обошлось. Телега, да? О, какие люди! Добро пожаловать! Ай! Ничего себе, какой у тебя пудель. Что по прицепу скажешь? Нормально? Нормальная вещь. Гоночная. Даже тебя прокатить могу, не? Все, давай, погнал. Скоро новый видос будет. Вот так вот мы с телегой едем. Она где-то там. Наконец-таки адекватные дороги. Велодорога у нас. Несмотря на то, что себя в кочках, ездить по ней с телегой одно удовольствие. Ну, ничего, короче, нормально. Там вроде пожевает тележка. Вроде что-то это, что-то даже едет. Но колбасики у ней трясутся по страшному. Надо что-то придумать, как камеру туда наматывать на прицеп. Может, когда вторая GoPro появится, одна на прицепе будет, а другая здесь. Тупо видеорегистраторы со всех сторон. И снова на дорогу деваться некуда. Тут, на этой улице вообще там тваров нету. О, господи, опять они стоят. О, нет! Ой-ой-ой! Вы понимаете, про кого я говорю, да? Сейчас кто-то, не дай бог, конечно. Могу-то прям пятую врубить и в пол нажать. Но вроде не едут. Что-то то ли мне везет, они меня не видят, то ли что. Ну, понятно. Ну, вообще, мне кажется, за такую штуку с номерами мне неплохо так могут это... Да. Поэтому как-то с опаской катаюсь. Тем временем мы уже подъехали к дёртам. Где-то тут должен быть Волч. Сейчас попам в треку, проедемся вместе с прицепом. Не знаю, что из этого получится, конечно. Странное ощущение, конечно. Он вначале тебя тормозит, а потом ускоряет. А вон и Волч, мне кажется. Ага, закладки ищет. Пробился. У меня клей с собой. А как так? Ну, помойка, ё-моё, юбилейка. Здесь тёпло. Ну, чё скажешь? Пушка-гонка, нет? Тебе тогда рюкзак перекочевал? Да, да, да. А чё его с собой таскать? Втулки на промах, всё как надо, короче. Номер, номер в первую очередь. Подможка, да? Я уже двух депосов встретил это. А тут, кстати, много их у них сегодня. Рейд, походу. Рейд, да? Ну, я, рейд на меня. Ну, я прям это, с этим номером. Они прям на меня такие смотрят, я еду такой. Не остановили? Не-не-не, не остановили. А ты номер откуда у тебя, кстати? Ну, заклеил, чтоб не эту, чтоб камера не того самого. Всё, паркуемся. Всё, вот, готово. Приехали. Немного сейчас это разомнёмся. Может, что получится. Посмотрим. Приехали. Приехали. Добро пожаловать. С велосипедом, нет? Нет. Всё, сгинул. Всё, пока что. Видите, деревяхи приехали? Или чё? Да, на это. Пока никого нету, да? Да. Будем эти деревянные вылеты добротные, клёвые строить. Чего по прицепу пускаешь? Как тебе развальчик? Чё вздыхаешь? Нормально. Я же хабгарду поставил. Пеги ставить будешь? Пеги? Не, я и так это еле как там помещаюсь. Если пеги поставлю, то всё, тут царство. Я всё задевать буду. Грин с прицепом. Ага. И так на него уже ДПСники косятся. Да-да-да, уже, знаешь, такие смотрят. Ух ты. По шкале от 1 до 10 какую оценку дашь? Давай, я держу. Нажимай сколько вы. Жиденький, да? Маленько. Ну, чуть-чуть. А так это гоночная. За сколько ты взял? Прицеп в совокупности? Сама телега. 5 с лишним. Доставка 1000. Чисто целый прицеп в вакууме. Нормально за пятёру. Чего ожидать? Короче, у нас приехала вся орава. Сказали то, что надо уйти деревяхи. Не зря я взял с собой прицеп. Думаю, прицеп сегодня пригодится. Ну чё, какой фронт работ? Я, ой, я максимум тонны 2 возьму. Всё, сегодня это максимум. Можно брать, короче, грузить. Всё, я пошёл тащу телегу. Везу телегу. Блин, наконец-таки задание появилось. Я думал, я просто так сюда приехал. А вот нифига, пацаны. Возьму, нагружу. Я ж грузин. Всё, короче, значит, пошёл грузить. Вон тут сколько всего. Они это собрались всего в одну машину грузить. Ну, я немного помогу. Так, под нога где? Всё. Можно загружать. Там вон пацаны уже подъезжают. Сейчас будем это всё в тачку грузить. Ну, и я уже свою тачку тоже загрузил. Все говорят, думали, день скучный будет. Всё. Михалыч приехал. День стал нескучный. Господа, короче, у нас тут это перевозка всяких запрещенных веществ. Лавочка закрыта. Всё, можно отправляться в утюгу. Я уже нагрузил. Они там ещё даже не начали. Ну, кого? Телега, она всегда вообще лучше во всех направлениях. Она не развалится? А то она же насыплётся. Нормально, нормально. Ну, вот и всё. Покатили. Цеплять это всё дело. Надеюсь, у меня не оторвёт подсидел. Надо будет его сейчас чуть пониже упустить. Но тяжёлая. Ужас. Ну, пацаны, прицепили. Вроде как. Ой, тяжело вообще, капец. Как будто двигатель заведённый сзади. Прям вообще шумит по-страшному. Я надеюсь, мы это, хотя бы до полпути доедем и ничего не потеряем. Такие ощущения, как будто сидушку сейчас оторвёт. Но тяжело. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Прям приехали вовремя, все вместе, ля какое все Мы прям за ним поднимались вы на эту парковку Пора на разгрузку, доски доставлены Ну а на этом, господа, все, спасибо огромное, тоже досмотрели до конца В новых видосах мы еще сильнее прокачаем телегу Ну а пока что замечательный таймлапс без фокуса специально для вас Всем гудбай Ловочка, короче, рассказывает, что мы сейчас сворачивали на дорогу А там ДПСники такие Это что такое, короче, не знаю Рано или поздно меня пришьют, походу, с этой штукой Вон она какая стоит, гоночная В одной этой штуке 10 тысяч человек сидит С ума сойти Спасибо Спасибо Спасибо